Слава Богу, дорогая церковь, имеет возможность засвидетельствовать в вашей церкви. Для меня это как купальня здесь, на этом месте находиться, потому что когда сюда приезжаешь, здесь нет интернета у меня, телефон так же самое не работает, и здесь я только могу наслаждаться Его присутствием, слышать голос Божий. И блаженны те, которые слышат голос Его, о которой Дух Святой говорит в сердце нашем. Я считаю, что, наверное, первое поражение в наше сердце приходит тогда, когда мы невнимательны, когда мы не слышим, когда Он говорит Духом Святым в сердце наше. Сейчас Господь ведет это служение Духом Святым и говорит нам через свидетельство, через слово, через молитвы, через стих, через пение. И как важно, когда мы слышим этот голос Духа Святого, когда мы чувствуем, как работает Дух Святой на этом месте, как идет эта работа Духа Святого над нашими сердцами. И хочу засвидетельствовать о себе немножко. Враг этого мира, дьявол, он поглощает этот мир, и мы не замечаем, как он нас поселяет в эти камеры греха, где нам комфортно, где нам хорошо, и мы не замечаем, что мы уже находимся в этой темнице, в этом грехе, и для нас уже где-то наслаждение, где мы находимся на хорошей работе. И мы не замечаем, что за этой работой у нас нет времени уже приблизиться в слове, в молитве, в общении с Богом. Может быть, где-то нам хорошо находиться в каких-то обстоятельствах. Для молодежи, может быть, где-то в интернете, также где-то, может быть, в каких-то компаниях или в каких-то местах. Мы даже не замечаем то, что уже мы находимся в этой камере греха. Я сам родом из города Пинска, но живу уже девятый год в Минске. Бог мне дал семью. Уже 9 лет уже женат, уже четверо деток. И Бог проводит через многие обстоятельства. И смотря назад, я вижу, что Бог, Он обещал мне подарить это небо, подарить это обетование свое. Но мы по-человечески где-то чуть-чуть в сторону отходим. И вспоминая эту историю, когда Господь обещал израильскому народу вывезти из Египта в это обетование, в обетованную землю. Но народ также в своих делах, он много роптал, делал ошибки. И эти трудности были. И не слыша Его голос, не слыша то, что Господь говорит, у них получались вот эти вот все трудности. И блаженны те, которые не имеют этих трудностей, слышат голос Божий и доверяются Ему. Но мы живем на земле, имея эти трудности. Бог приближает нас к Себе, чтобы мы все-таки смотрели на небо. Но в этих трудностях мы сближаемся, и мы должны благодарить Бога за эти трудности. И также в моей семье есть эти маленькие трудности. И когда родился второй ребенок, врачи говорили, что он будет болен, что он родится больным ребенком. Но также мы молились, доверялись Богу. Но Бог явил свою милость, и в нас родилась вторая девочка. Она здоровая, хотя по мере врачам это должен был совсем быть. Но нездоровый ребенок. Но мы так быстро забыли эту милость его. Мы, наверное, быстро забываем то, что Господь для нас делает. Но как важно помнить то, что Бог для нас сделал, то, что Бог подарил нам эту милость, это спасение дает нам сейчас. И потом рождается у нас уже четвертый. Но до этого Господь сказал моей жене, что будет очень тяжелое время для тебя. Очень тяжелое, что все будет меняться очень сильно. В вашем доме, в нашей семье. Мы понимали, что Бог что-то хочет сделать в нашем доме особенное, но не настолько так сильно, как мы представляли себе. Через эти обстоятельства Бог очень сильно поменял наше мышление, наш подход к церкви, к молитве. И мы на самом деле увидели, что Бог живой. И поставили врачи диагноз нашему четвертому ребенку. Там я по-медицински сильно не понимаю, но в двух словах то, что когда ребенок живет в утробе матери, он питается от матери и получает все необходимое для жизни. Ему там комфортно. Но когда он рождается, он не сможет дышать, потому что сосуды в сердце, которые обогащаются кислородом, они местами наоборот стоят. И когда он рождается, он сразу не может дышать, и он сразу синеет и умирает. По медицине из 100 тысяч один такой случай бывает. И в нашей стране, в Белоруссии, такие операции делаются, наверное, в год, наверное, один или два только. Очень мало таких ситуаций. Но этот случай у нас получился. И мы через эти проходили. Когда, получается, ребенок родился, он сразу начал плохо дышать. И его сразу в анимацию. И сделали искусственное дыхание. Ну, искусственно, чтобы он дышал. Кислород подключили. И на четвертые сутки сделали операцию на сердце. Ребенок весил на то время 2 800, совсем маленьким был он. Это микрохирургия была. Когда меняли эти сосуды, эти сосуды, они выглядели как волоски. Местами их меняли. Но операция длилась 4 часа. Ну, мы знали, что утром ее уже увезли в реанимацию. Потом, когда мы в обед в больницу пришли, нам сказали, что ребенок еще до сих пор в реанимации. Мы думали, что уже операция закончилась, но она еще продлевалась. Потому что сама операция на сердце как бы прошла успешно. Но получилось кровотечение. И опять открыли грудь. И эта операция еще раз также продлилась до вечера. Это 8 часов. И получилось, что очень большие осложнения дало на органы. И отказали почки, кишечник, желудок. Перестал работать. И для нас, ну, мы поняли, что уже все. Но стала церковь молиться, мы стали молиться. И Бог явил свою милость. Через 2 недели заработали почки. Потом, когда мы, нас уже выписали, мы месяц были в реанимации. И на протяжении всего этой реабилитации у нас заработал кишечник. Там такой процесс был очень сложный для моей жены. То, что когда она была с ребенком, ей приходилось все ей делать самому. Она через трубку все это ее кормила, заставляла все это ее принудительно питаться. Потому что нужно это было питание и все. На сегодняшний момент ребенок уже начинает потихоньку ходить. Уже скоро будет 2 года ребенку. Но последствия операции пошли на нервную систему и дало осложнение на ноги. Потому что во время операции не хватало этого кровообращения. И получается, за счет того, что не было того питания в мозг, то эти клетки, они начали умирать, которые отвечают за ноги. И сейчас, когда ребенок лежал в реанимации, отказали так же все то, что ниже пояса. Это почки не работали и ноги. Но сейчас, на сегодняшний момент, Бог настолько явил милость по молитве церкви. То, что ребенок сейчас уже нас радует. Он начинает уже общаться, говорить, улыбается. И шевелит руками, ногами. И уже мы за ручки начинаем его водить. Ну, для нас даже эти маленькие мелочи, для нас это очень большая милость Божья. Потому что мы видим, как Бог нас через эти обстоятельства проводит. Было очень множество молитв. Мы приблизились к Богу очень сильно через эти обстоятельства. И для нас поменялись вот эти вот ценности все земные. То, что не все это важно, то, что нас порой окружает. И мы сейчас славим Бога, благодарим Бога. И жена, она трудится сейчас в группе, поет. И я сейчас стараюсь так же с молодежью трудиться, так же молиться и идти Богу служить. Потому что я понимаю, что то, что Бог дает, ну, самое главное, чтобы мы приближались к Нему. Давайте так же поблагодарим Бога, что Господь живой.